здравствуйте с вами павел николаев и сейчас я хочу вам рассказать про чудесный светильник от австрийской фабрики пролихт ойка вот он давайте рассмотрим его подробнее светильник ойка пролихт австрия данный светильник он доступен в разных вариантах он может быть как с рамочкой с фланцем для скрытой установки так и как и в нашем варианте с двумя крепежными пластинами для скрытой установки заподлицо что же заподлицо это значит что вокруг светильника на вашем потолке гипсокартонном не будет видно никаких дополнительных деталей просто свет который льется из потолка и так сам светильник диаметр видимой части у него получается 68 миллиметров вот он доступен вообще этот светильник он доступен нескольких размеров 65 98 100 130 и 160 миллиметров это будет диаметр в данном случае не 68 а если быть точным на 65 получается внешний вид ну внешний вид он сам беленький внутри мы видим люминофор от диода вот эта часть внутренняя она будет скрыта за потолком здесь такой мощный радиатор из алюминия и светильник состоит из вот такого монтажного кольца который мы установили в гипрок зашпаклевали все полностью сделали привели в порядок отделочный работ на законченный и в конце мы вот такой световой модуль уже самого светильника туда вставляем помещаем и его он сейчас войдет в пазики углубиться туда и все он закручен все вот это его внешний вид что интересно мне в нем есть у этого светильника мол могут быть разные размеры то есть от 65 миллиметров до 160 миллиметров то есть для любого для небольших помещений для больших для коммерческих помещений для каких-то фойе бизнес-центров автосалонов можно его использовать эти световая температура доступна 2700 кельвинов 3000 4000 кельвинов по запросу производитель может сделать принципе любую цветовую температуру и до цвета передачи у этого светодиода по умолчанию 90 кри это очень хороший показатель он рекомендуется не ниже 90 рекомендуется использовать в жилых помещениях чтобы красное было красным зеленое зеленым синие синым чтобы цвета не искажались у нас при потреблении светильника в 14 ватт он выдает световой поток 1386 люменов это очень много то есть каждый ватт потребляемой мощности выдает 100 люменов это очень хороший показатель и для того чтобы добиться этого показателя необходимо использовать хорошую систему охлаждения данном случае как мы видим радиатор решетка радиатора она алюминиевая она вот там есть все прорези все 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 везде доступ к воздуху для того чтобы отдача тепла была хорошей потому что при такой эффективности светодиодов светодиод есть лишь что он может перегреться а когда он перегреется срок службы у него значительно снизится а нам этого конечно не нужно нам нужно чтобы светильник который мы стоим на потолке жил долго счастливо радовал нас своим качественным светом и не ломался даже по гарантии вот пролив так может сделать ну по крайней мере мы в этом уверены вот такой минималистичный красивый удобный светильник при подборе светильников важно смотреть не только на его цветопередачу на цветовую температуру на мощность на силу свет который он излучает но нужно еще смотреть насколько у него есть слепящий эффект в данном светильнике за счет того что сам вот источник света это диод утоплю достаточно глубоко то мы вот эти паразитные лучи которые идут не не искренне по углу рассеивания по заявленному а вот как блики вот эти дополнительные они могут попадать в глаза в данном случае они все отсекаются а это значит что когда мы смотрим мой просто осматриваемся в помещении то мы не на в глаза вот этот яркий диод бить не будет ну то есть это будет только когда мы под светильник станем посмотрим наверх и тогда конечно засветит глаз но если он располагается на обычной высоте на стандартной помещении то мы просто видим что вся комната залита светом а вот этих вот зайчиков вот этих вот ярких точек мы не видим это за счет того достигается за счет использования глубокого утопленного диода и специального рассеивателя рассеиватели есть на 20 градусов на 40 и на 60 градусов широкий луч чем шире луч тем больше площадь засветки но и тем больше риск попадания в вот этого яркого пятна в глаза поэтому если мы берем высокие потолки берем узкие лучи рассеивания если у нас низкий потолок то можно брать и 60 градусов конечно лучше всего сделать расчет освещенности перед тем как покупать эти светильнички и подбирать тогда можно и значительно сэкономить с одной стороны а с другой стороны получить реально хороший эффект освещения этот светильник у нас возможен еще в версии тюнинбл вайт это сейчас набирает популярность новая технология которая позволяет изменять цветовую температуру светильника то есть мы хотим чтобы он светил там 45 тысяч кельвинов как в яркий солнечный день пожалуйста меняем ее хотим чтобы он светил словно пламя свечи тоже меняем там до 1700 1800 кельвинов тоже пожалуйста вот такая технология она у этого этого светильника на есть но конечно же она доступна опционально и так давайте посмотрим как светит замечательный австрийский светильник ойка в нашем шуруме в этой части с домашним кинотеатром где мы все снимаем у нас подсветочка карнизная выполнена обычными китайскими лентами ну как обычными хорошими орлайт но цветопередачи у них порядка 80 и так внимание на стол здесь мы видим у нас разноплановые предметы обратите на их цвета а теперь я выключу свет и включу светильник ойка выключаю посмотрите насколько стали яркими и сочными цвета тюльпаны велосипед муранские шарики я светильник этот располагаю на высоте порядка метра посмотрим какую освещенность дает под ним люксометр полторы тысячи люкс это с метра с расстояние в метр при увеличении расстояние конечно будет меньше но сам факт что этот светильник очень яркий очень мощный очень эффективный давайте посмотрим на пульсацию о боже мой 0,8 процента меньше одного процента коэффициент пульсации причем у меня еще руки дрожат туда до полпроцента доходит это прекрасный показатель это значит что при в свете такого в свете такого светильника у вас не заболит голова у вас не хочешь со самочувствием даже если вы очень долго проведете время в помещении полностью освещаемым у которого освещение выполнено полностью вот светильниками ойка вот если начну дрожать вот так видите пульсация пошла дрожать я не буду давайте для чистоты эксперимента сейчас посмотрим насколько важен световой поток который идет из светильников насколько это влияет на освещенность у меня в руках самая обычная лампочка светодиодная не самая плохая не самая дешевая потребляет она 8 ватт и выдает поток 700 люмен то есть это почти 100 люмен 100 люмен на ватт это очень много и в реально это очень много у обычной лампочки как видно нет никаких радиаторов охлаждения на самая простая и давайте расположим ее где-то на высоте полметра здесь у нас есть люксометр и посмотрим вот на высоте в полметра она выдает 700 люкс и выдает вот такую цветопередачу как мы видим что цвета цвета довольно естественно хотя и не совсем не совсем есть проседания в красном спектре ну что говорить давайте сравним теперь я опускаю и наш светильничек ойка сюда вставляю вот ну здесь у нас уже конечно 14 ватт и световой потоку другой у нас на на высоте полметра он дает уже 5000 люменов это но 5000 люкс это конечно не не 300 так чтобы нам сделать 300 800 до вот смотрите мне пришлось вот так поднять светильник у нас выдает все равно чуть больше это 800 люкс ну и посмотрите что цвета цвета они стали ярче здесь мы не говорим о каком-то разительном изменении а мы говорим о нюансах мы говорим о тех о тех свойствах которые на первый взгляд незаметны но которые влияют эти мелочи которые определяют все чтобы цвета были сочнее за каждую единицу индекса кри производители бьются 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 для того чтобы добавить светильники комфорт качество естественность и так мы рассмотрели светильник ойка от австрийской фабрики пролифт светильник качественный хороший долговечный дает очень качественный свет обладает множеством различных опций и для того чтобы познакомиться поближе с этим светильником повертеть его в руках посмотреть как он светит как он крепится приходите к нам саргаз а с вами я прощаюсь до новых встреч следите за богом